Московский педагогический марафон учебных предметов провел для нас Евгений Владимирович Пчелов, заведующий кафедрой вспомогательной исторической дисциплины Историко-Архивного института РГГУ. Что это за вспомогательные исторические дисциплины и чем отличается от истории самой? Вспомогательные исторические дисциплины, или их еще называют специальные исторические дисциплины, это такое очень условное название, которое не вполне отвечает содержанию этих наук. Наук – это целый комплекс наук, носящих достаточно специфический характер, чрезвычайно важный для понимания истории, для изучения исторических источников и для понимания культуры той или иной цивилизации. Это науки, которые занимаются изучением таких важных вопросов, как восприятие времени и пространства, история календарных систем, история систем различных измерений, письменной культуры, полиография, например, которая занимается исследованием внешних признаков памятников письма, историческая география, генеалогия, геральдик. Все это – то разноцветие замечательных явлений культуры и истории, которые находятся в кругу исследования этих наук. Это вполне уже самостоятельные науки и очень важные для изучения истории, потому что они занимаются фундаментальными, основаниями культурами. Можно сказать, что именно в этих направлениях истории существуют для нас как документы, а уже потом из нее мы собираем общий образ в виде истории, которую преподаем? Безусловно, конечно, потому что это науки, которые позволяют нам анализировать, изучать источники, разные источники – и письменные, и вещественные, и изобразительные. И уже потом на основе этого материала возникает такой синтезный комплексно-историческое знание. И правильно вы утверждение, что детям очень часто интересно вот туда войти, в эти коридоры, там побыть, ощутить руками историю и потом уже на этот обращающий уровень выходить? Конечно, потому что это такая фактура, которая, во-первых, связана очень тесно с повседневной жизнью любого человека. Все мы живем в определенной системе координат. У нас есть календарь, на котором мы даже не задумываемся иногда, письменность, с которой мы тоже не задумываемся, откуда там буквы взялись, как она развивалась и так далее. Какие-то предметы обиход, типа денежных знаков, элементарно монеты, какие-то изображения символические знаки, эмблемы, символы, которые нас окружают. Это, конечно, вот такая живая ткань культуры, рассказ о которой, об истории которой чрезвычайно интересен и учащимся, и студентам, и учителям, и вообще любому… То есть теоретически можно сделать проект такой, «История развития колодца». Да. И на этом вообще построить синхронистическую таблицу, когда колодцы какие были, в каких культурах, и вообще вытащить всю историю из этой точки вытащить синхронию? Конечно. Из любой, любое такое явление может быть. Скажите, а какова история Маглана? Аудитория замечательная, очень хорошо, и с интересом с большим слушала. Но, к сожалению, у меня был очень большой материал, я не смог вложить все в очень короткое время. Вот. Но это задело на будущее, потому что дальше можно развивать это направление. Я думаю, что это вообще очень перспективно – сделать какие-то учебно-методические пособия для учителей. Потому что информации очень мало, и, к сожалению, сейчас очень много разной профанной такой информации, неспециалисты, пишут книги, издается огромное количество литературы непрофессиональной, неграмотной. И вот здесь вот такой очень серьезный взгляд профессиональный, исторический, он очень важен. Хотя, мне кажется, а добавить к этому, мне кажется, что в последнее время стало очень популярно в нон-фикшене выпускать такие книги, как, например, там, не знаю, я сейчас забыл какую-то, ну, как бы историю предмета. История предмета, безусловно. И это вот такая столовая. Да, да, да. Это очень модная тема, но дело в том, что тема, в основном, развивающаяся на Западе. Конечно. Там история зеркала, история пороха, бабочки, как человек влюбился в насекомые. Вот. Это на Западе это очень развивается. А у нас тоже есть свой материал, и мы можем на российском материале очень много интересного показать и выявить. Но это, к сожалению, пока еще не очень получило большое распространение. Но, слава Богу, что уже процесс идет. Да. Московский педагогический марафон учебных предметов. День учителей истории и естествознания. Мы прослушали лекцию вспомогательной истории и дисциплины, зачем они нужны в уроке истории. Эту лекцию нам представил Евгений Владимирович Пчелов. И, может быть, все больше и больше конкретного материала будет приходить в классы через наших учителей. И проекты, которые делают ученики, будут в рамках этих вспомогательных исторических дисциплин. И тогда история снова станет очень интересным. Живой. Живым. Живым, интересным предметом для учеников, который не оторван от поседневности. А вся поседневность пронизана этой историей. И когда мы это ощутим, то снова статус учителей истории будет очень высоким. Спасибо вам большое. Спасибо. Надеюсь на сотрудничество. Все материалы марафона на сайте Marathon.Cifro1September.ru. До встречи через интернет и на следующем марафоне. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...